Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики, друзья! Сегодня я буду говорить с вами о моем любимом стиле Боха. Скорее об украшении Боха. И вы увидите несколько аутфитов, которые я вам покажу в этом же стиле. Стиль Боха в одежде сложно назвать модным. Скорее всего, и стиль Боха можно сравнить со стилем жизни, который влияет как на выбор одежды, так и на жизненные устои, правила, предпочтение и мировоззрение. Оригинальный стиль Боха в одежде возник самостоятельно посредством смешивания таких стилей, как винтаж, гранж, кантри, готического и цыганского стиля, этно и хиппи. Также стиль Боха сочетает яркие детали национальных костюмов многих народностей, становясь универсальным как для жителей Америки, так и для обитателей далекой Австралии. Так как я люблю Боха, у меня очень много одежды в этом стиле. Но сейчас я вам покажу два платья, в основном даже одно платье, которым я буду подбирать и показывать украшение, которое у меня уже есть. Итак, первое платье, оно такого красновато-оранжевого цвета, очень красивое, хлопчатобумажное и двухслойное, как любит Боха. И вот вы видите, к нему я подбираю украшение. Это мое летнее платье, но как не летом одеваться ярко и красочно, поэтому и бусы у меня здесь подобраны, пластмассовые на металлической проволоке, очень модные, разные формы, зеленые, желтые и такой же браслет у меня с вкраплениями, и желтого, и оранжевого, и зеленого. Ну и сумка, такая же сумка-кошелек, которая тоже очень модно кожаная. И вот мой образ колье винтажная мозаика, состоит из латуни и смальты, красный-голубой. Ну, оно достаточно тяжелое, стоило тоже 100 рублей, и очень выглядит современно, хотя я покупала к платью Поха, которое на даче в сине-красном цвете, но мне кажется, неплохо смотрится и с черной блузкой, и с современным кардиганом красным. И вот еще одно колье в восточном стиле, но оно уже совершенно другое, более легкое, такое изящное. И... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а вот с этим украшением какой-то вот получается восточный стиль, потому что это украшение гривна такая в восточном стиле, и она сразу делает таким же образ этот. Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще эти бусы в Бохо стиле, по цвету очень хорошо идут. И забыла сказать, здесь, видите, на цветах стразы. Как сейчас модно, современно. Ну, вот это украшение делала я сама, из граненых стеклянных бус, похожих на гранаты и у них, два серебряных шара, вот, в середине бус и в конце. Субтитры сделал DimaTorzok Удлиняет образ, в общем, очень эффектно смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Диская кожаная вещь, очень красивая, на замочке. Вот я открываю здесь два отделения, и в этих двух отделениях я храню свои серги. И сейчас, вот, для своего стиля Бохо, я буду доставать отсюда серги. Ну, во-первых, перед этим я вам хочу показать, что у меня есть вот такие вот, такое украшение, такие ожерелья, бусы, не знаю, как, скорее украшение. Из слоновой кости, индийская. Вот у него достаточно простой замочек здесь. Вот, просто крючочек. Тоже из кости. Ну, вот. Вот так как-то, да. И сейчас я покажу, как тоже вот это украшение хорошо с рубашками. Ну, мы все помним, что Бохо это в том числе и в первую очередь, может быть, даже и этно-стиль. И, естественно, все украшения, которые говорят и символизируют какую-то страну, это как раз то, что нам надо. То, что нам совершенно необходимо. И сейчас мы посмотрим вместе. Украшение на самом деле не такое уж длинное. И оно сразу под воротничок. Вы видите, здесь тоже эта рубашка винтажная с таким воротничком, который когда-то был тоже очень в моде, с острыми углами. Сейчас она смотрится очень современно, потому что очень модно вот этот стиль. И вот эти украшения, они небольшие, но они как раз вот под горлышко, что, в общем-то, больше и не надо, да, создает. Такое очень красивое украшение здесь. Такую атмосферу Бохо. Ну, это не так сильно Бохо, как мы предыдущие бусы делали, но в то же время вот атмосфера сохраняется. Ну, еще и сережки, про которые я вам говорила. Посмотрите, какие изумительные. Ну, эти вот, я не знаю, как будто какие-то бочонки. Бочонки, палочки. Вот, они совершенно разные. Здесь они соединены, везде, кстати, соединены серебряными, такими маленькими вставочками. Дальше идет второй ряд бус. Это уже другое вот, типа бисера тоже костяного такого нанизаны. Дальше идут бочонки уже побольше. Ну, поменьше этих, но вот настоящие бочонки с двух сторон. И под горлышко опять такие же мелковатые бусики. Ну, вот, совершенно разные все они, вы видите. Резные, с очень красивой резьбой. Ну, вообще, конечно... Ну, это Индия. Она всегда отличается. Народное искусство всегда отличается красотой, изысканностью. Ручная работа. Красота. Тоже когда-то купила на блошином рынке. Очень красивая винтажная вещь. Решила поближе вам снять слоников. Тоже очень красивые резные, почти круглые. Такие шарики очень красивые в конце. С медным тоже вот включением. В принципе, они вот совершенно идентичны с верхним украшением. И вот такие очень красивые резные слоники. С хоботками. Ну, и раз мы в индейском стиле делаем свой образ, создаем аутфит, то я думаю, что неплохо воспользоваться вот таким платком и завязать его на боку. В принципе, это я взяла у Юлии Гурьяновой. Но посмотрите, очень такой вот продолжается образ индийский. Мне кажется, что очень интересно получилось. Ну, а вам как кажется? А на этом я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Смотрите продолжение. И напишите, пожалуйста, какой же вам вид всё-таки больше понравился, а который не понравился вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!